И всем привет, с вами Хэткроп, и это Дарк Мессиан. Мы продолжаем проходить его, и в прошлый раз даже убили циклопа, там наверху. А теперь у нас наш ход лежит дальше, уже наружу. Скелетик. Лук, колчан. Осторожнее, милый, здесь орки. Здесь могут водиться... Осторожно, не упади, здесь высоко. О, Зара, как ты меня уже достала. И наш путь лежит вдоль горы, наверх по ее краю. Черт, заметил. Летай. Ох, а вы-то откуда? Там двое. На, чужак, по тебе. Тебя убить. До свидания. Ох, сколько же вас там. Как я понимаю, они появились из-за того, что меня тупо заметили, тупо заспаунили со спиной. Ну, а драться с ними, на лестнице, просто великолепно. Да, да, да. Охренеть, пока я его добиваю, меня еще могут ткнуть. Конечно, летают они отсюда. Мне показалось, что я его просто на половинке разрубил. Я еще раз извиняюсь за звук. Так-с. Пушин с маслом. Нет, пока не нужен. Здесь могут вводиться орки. Знаете, как раньше на кардах помечали, здесь вводится чудовище. Постой, Сареф. Нужно осмотреться. Я вижу. Там таран. Тут у нас что-то такой лифт. Да, это у нас лифт. Эх. О, черт. Эх. На самом деле, я просто следил камеру из-за ней. Да, очень большой, очень-очень таинственный тайник. А так мне не нравится, что слишком уж тихо. Уж явно сейчас кто-нибудь полезет. Кинжалы молний. О, Йорик. Бедный Йорик. Летай. У нас больше ничего, да? Что за кинжалы? О, я даже использую папу. Плюс 4 к урону. Плюс 8 к урону против противника уязвимого. К молнии. Неплохо, неплохо. Тогда пока что так поставил. О, аж искрятся. Конечно, палево такое в темноте будет. Чайки. О, а вообще-то, кстати говоря, красиво. Окей. Полетай. Полетай. Штопки. Ну, он заметил меня. Чудовище! Сам ты чудовище! Я отсюда. Уходим, 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 уходим. Ну, давай, иди сюда. Ха-ха, закрапило. И все. Ну, ладно. Я уже ничего не удивляюсь в этой игре. Почему я подпрыгнул к тебе вместо того, чтобы ударить с разбега? Оу. Чужак умрет! Орк сдохнет! И, кстати, есть такой момент, то что они могут обрушить мост. А, так что нам придется... А, нет, они могут обрушить верхний мост. Так что нам придется пробираться вот по этой кромке. Опять голоса орков. Ярко. Иди отсюда. Я ставлю на месте. Чужак порубил всех на куски. О, что у нас тут? Отравляющий лук. Ммм, круто. Мои часы способности. Облако яда. Плюс четыре. Плюс два. Плюс два. У нас уже тут столько просто-напросто барахла. Двенадцать... Ха, двенадцать лечащих лук зачем-то. Откуда у меня деревянный посох? Откуда я их всех понабрал? Посох отражения. Деревянный щит, который я думал поносить. Деревянный камин кож, который я даже не использую. Что-то за это? Полное исцеление. Полное установленное здоровье. И да, есть момент, как я говорю, то, что ворки могут обрубить. Мост. Что это шум чудоисер? Ворки убьют человека. Ворки подохнут сами. Иди сюда. А ну иди сюда. Где он? Блин. Сзади. Так, где тот орк, кстати говоря. Ладно, но в любом случае не будет возвращаться. Так, что так. Да, вон он бегает. Ладно, это будет тот орк, который я оставил в живых. Пускай он расскажет обо мне всем своем... ...всему своему племени. Пускай они меня боятся. Долго-долго, лестница наверх. Окей. Вылечиться мы. Залы. Ох. Неприятное место. Я его помню. Нет, это не то место, не то. Я ошибся. Уоу. И так, кстати, я помню, что орков очень хорошая... ...переносимость огня. Ох, ты этот-то увернулся. Ох, меня пнули. Блин. Я даже не заметил, что у меня хитов нет. Можно стрелы зажигать? Я только что сейчас прочитал. Да ладно. Где у нас светит чар? Она нам сейчас, коротки, пригодится. Ну, теперь идите махатись друг с другом. Бежище. Будьте на ловушках. Кольцо Феникса. Парай. Жирачка, жирачка, жирачка. Странный шум. Что-то шумит. Да, иди проверь это. Суновенку. Все. Встретился лбом со стенкой. Смерть чужака пронесет славу кого. Да, ты бредкой. Чужак не уйдет. Отправиться на встречу с предками. Разбуянился называется. Блин, как они тут живут, интересно. Конечно, блин, если не смотреть вниз, конечно, вид очень хороший. Но, черт возьми. Кстати, тут огня нету, нет? А, жалко. Я бы хотел проверить то, что нам сказали. Если кто-то не хочет, чтобы сюда вошли, значит, внутри что-то важное. Придумай, как туда попасть. Да, согласен, Зара, согласен. Значит, внутри что-то важное. Кровать. Чеснок. Кстати, что за кольцо Феникса? Я только сейчас о нем вспомнил. Товарищика. Мудреца. Восстановление жизни. Видишь, там было... А, вот оно. Кольцо Феникса. Если ваше здоровье опустится до нуля, кольцо уберет... Убережет вас от смерти и установит... Ваше здоровье. После этого сломается. А-ля кольцо... Жертвования. Ну, как же вы его поняли. Как в Дарк Соулсе. Так, окей. А тут лестница ведь наверх еще есть. Что у вас наверху есть? Мантика-лдуна. То же самое, что у меня есть. Меч весь в крови уже. Главное теперь не соскользнуть вниз. Господи. Так, стоп. Видишь, там я просто спрыгиваю вниз? Мне же будет больно. Ауч. Ну, я добрался. Я добрался. Я добрался. На самом деле, как я понимаю, я должен был бы стремить ветку. А то сюда должна была спуститься веревка. Я прыгнул бы на веревку и поднялся бы сюда, вот там. Но... Это не мой путь. Хм. Здесь было сражение. Но между кем? И почему? Между магами. Журнал. Где журнал? Вот оно. Исследование храма служителей паука. Журнал экспедиции записан Старшиной Гараном. Год 4162-й от катаклизма. Месяц хрустальных слез, день 27-й. Нижние залы храма, расположенные у подножия скалы, оказались обрушены. Все же, после долгих поисков, нам удалось обнаружить расщелинов камня и туннель, ведущий до верхней залы. Поверхностное обследование центральной башни показало, что канал астральной энергии перекрыт. Источник питания, который должен располагаться наверху шахты, отсутствует. Месяц хрустальных слез, день 28-й. Когда мы пытались поднять оборудование наверх, часть канатов, не выдержав, часть шестилопного, груз обрушился на голову послушницы Дарсии, стоявшему внизу и убил несчастного на месте. Есть надежда, что разломы и уступы скалы позволят нам установить более надежный подъемник, на котором мы доставим оборудование в верхнюю часть храма. Месяц хрустальных слез, день 30-й. Экспедиции удалось обнаживать второй источник энергии, сходный с тем, что находится в центральной башне храма. В глубине северного крыла расположен кристаллы невероятной мощи. Увы, зал охраняет многочисленные ловушки. Не будем об этом знать. Месяц танцующего огня, день 2-й. Леди Лина вернулась с материалами для изготовления подъемника. Значит, Лина у нас тут была, да? И вестями отменил Лага. Лорд полагает, что цена, которую мы платим за исследование храма, через чум высока. Мы лишились уже нескольких человек и намерены... На, мы лишились уже нескольких человек и намерены создать... Звать совет магов, дабы решить, что делать дальше. Третий день. Камы следовали шахту центральной башни. Крюк, державший веревку, посвященного Ларга, наршатался и выскочил из стены. Несчастно упал с высоты 80 метров и разбился. Похоронную церемонию провела Леди Лина. Пятый день. Леди Лина значительно продвинулась в изучении ритуала Веления, используемого для открытия склепов. День тринадцатый. Мы установили вдоль скалы подъемники, в основе которых лежит устройство левитации. Это ромное изобретение лорда Мини-Лага. Теперь мы сможем поднять тяжелое оборудование в верхнюю часть храма. Семнадцатый день. Леди Лина отбыла домой за припасами и людьми. Ее не будет в несколько дней. В двадцать первый день. В развалинах на дальнем конце гряды появился племя гоблинов. Мастер Дженсен и капитан Терган отбыли за солдатами, которые помогут нам справиться с гоблинами, если тем взбредив голову на нас напасть. Двадцать четвертый день. Катастрофа! Все, кто начал в нижнем лагере убиты и задаются мне, остальные тоже обречены. Племя гоблинов куда многочисленнее, чем мы предполагали. Они перебили стражей, прежде чем те успели поднять тревогу. Нам же, ночевавшим на скале, удалось заблокировать подъемник и не пустить гоблинов в храм. Мы заперлись в кельях послушников. Городы Гести ранены, они стекают кровью. Я ничем не могу им помочь. Боюсь им не дожить до утра. Я молюсь о том, чтобы мы успели продержаться до возвращения леди Лины или магистра Дженсена. Двадцать шестой день. Из огня да в полами. Ни леди Лины, ни магистра Дженсен так и не вернулись. А племя гоблинов перебито полчищем орков. Они разожгли под нашим убежищем костер и покидать в него ядовитые травы. Но если они решили нас извести? Келья заполнится едким дымом, но мы не можем бежать, ведь снаружи нас поджидают лучники. Воздух сгущается. Он вязок и горек. Так значит здесь экспедиция мини-лага нашла свою смерть. Это они испортили подъемники, чтобы орки не вошли сюда. Книга о демонах? Ладно, я это читать не буду, так что немного секунд вам на паузе прочитать. Как обычно делают летсплееры. Но вы тут зачитывать только самое важное. Что у нас тут есть? Батой паутина. Еще один проход. И кажется, кстати говоря, веселенький домик. Угу. Надо очень осторожно идти. Именно перекладывай вот эти предметы вот сюда. Ладно, мама. Лады. Да, вот я как и говорил. Мы полетели вниз. Так, где нас отрезает? Ну что ж, пробежим еще по-быстрому, так, что нам не нужно. А, это ты под этим, под черами стоишь. Ну все, отпустила? А, штабас. Минус башка. Ну там еще не прилетел, так что хреново. Блин, если бы мы еще не зажимали бы. Кто? Сдал. Беги отсюда. Это все равно уже полудохло. Минус башка. Блин, еще стою разломали. На самом деле, да, надо было бы мне засовиться на том месте, где был падающий дом. Так, ну мантикулдуна мне нафиг не нужна. Так, сейф, пожалуй, придержим тут. Нет. Ох, надеюсь, я не удалечу. Веревка. Как я и говорил. Ммм, здесь было сражение. Но между кем и почему? Бла-бла-бла-бла, это мы уже все еще... Так, значит, здесь экспедиция мини-лага нашла свою смерть. Это они испортили подъемники, чтобы орки не вошли сюда. Именно Зана, именно. Такс. Зара. Видишь, Зана, кстати, я уже забыл. Такс, и шатающийся домик. Как я сказал, осторожно идем. Ааа, я все хотел вниз. Да, великолепно. И что-то надо просто пробежать. Все это забрать. Ааа. Нет, значит, все-таки надо все переносить туда. Не нужно или нет, те латы. Ну, чтоб тебя. Я, конечно, пробежался по воздуху, ну да пофиг на латы. Еще бы чуть-чуть и все. Ага, вот именно. Чем чуть-чуть бы я забрал. Надо бы слегка повнимательнее, а? Чем чуть-чуть бы я забрал бы латы. Хотя... А если выстрелить стрелку наверх с веревкой? Несколько стрелок наверх с веревкой. А что у нас вообще наверху? Вот та, вот та. Ага. Наверху у нас тут ничего нету. Ну да пофиг на латы. Там схаристирован надо будет выносливую скачать и тому подобное. Так что идем дальше. Здесь все цело. Думаешь орки ухаживали за механизмом? Орки не так уж глупы. Включай. Подъемник ведущему в зал с кристаллом. Быстрее доставай стрелу. Не, спасибо. Скрытность. Позволит носить противнику удар в спину. Позволяет прятаться в тенях. Становится почти невидимо. Также обворовывать противников. А почему бы и нет? Кинжалами. Запомнили. Молот. Слушай, я... Я помню тут... Это место. Тут. Остальной брусок. Тут еще что-то должно было быть. Может оно было именно в том доме? Который упал вниз. Я, по-моему, прибегу сейчас сам. Ну и побегав туда-обратно, я так и не нашел то, что искал. А именно огненный слиток, который нам поможет... Помог бы... Черепольчик сделать огненный меч. Есть еще какой-то слиток может было найти. Я точно не помню. Кинжалы обычные. Нафиг. Так что возвращаемся обратно. Так что возвращаемся обратно. Интересно, кстати говоря, как нам вернуться. Если подняться там будет предпроблематично. Да. Да, я что-то посмотрел все чердаки. А. Ну, я так и не нашел огненную руду. Так, где у нас с тобой подъемник, кстати говоря? Кажется, внизу, да? Далгий-далгий спуск вниз. И, кстати говоря, надо бы найти того орка, которого мы так и не добили. Что у нас тут есть интересное такое? Кровопийцы. Это еще один... Не, кровопийца. ТОС-4 благодаря Возвращает владельцу 30% здоровья Отмятого врага Требует силы 3. А моей силы нету. Кровопийца жизни Неплохо, кстати говоря, неплохо. Неплохой такой мечик. Оказался. Такс. Опа. И допрыгнуть. Да, допрыгнул. От нас ничего нету. Ну а что у нас тут такое интересное? Волшебный гриб. Он восстанавливает полностью и здоровье и ману. Снова сюда. Ну что? Лук. А, наверху уже ничего нету. Мне казалось там проход какой-то есть. И вот там ходит тот, кого мы так и не добили в прошлый раз. Чужак тебя добьет. Не скиньте вниз. Так, с вами у нас вроде бы где-то должен был заработать подъемник. Блин, на этом случае он не промахнулся или немножко? Подъемник, подъемник, подъемник. И он был у нас. Да, вот он он. Оу! Ну, конечно, он немного без нас уехал. Хорошенькое украшение храма. Живые пауки. Что это символ, паук? Дыхание зимы. Это одно из воплощений Эши, дракона порядка. Но зачем следовать символике так буквально? Облако яду, а где у вас морозящий лук? Вот он. Заморозка. Я даже не знаю. Эши пауки. Ненавижу пауков. Мы попадем в центральный зал. Как только кристалл Шантири займет свое место, Череп и весь Эшен станет... Фенрик будет очень горд за тебя. Кто строил это место? Прислужники Седьмого Дракона. У них были умелые руки и тысячелетия на раздумье. Почему же его охраняют орки? Думаю, они его просто захватили. Они пришли на острова после Войн Крови. Их шаман почуял силу этого храма. Пауки. Вот уж мерзкие создания. Неудивительно, что их любят некроманты. Это уж точно очень мерзкие создания. Таких табуреткой надо прибивать. Но, к счастью, тут они очень медленные. Да сдохните уже! Вари! Ах, траванул. Чур! Ах, траванул. Эх, би-эх. ...Почему нет? У кого-то наверх поднялся. Ах, траванул. Ах, траванул. Требенок двигается. Требенок двигается. Так, где третий? Требенок не следует... ...то летит микрох'. Ах, два, три. Ах, три. Блин, полно яда лову, яда свитков и тому подобного. Что у нас там? Вход в зал. Если в случае мне за черепом лев. Ой, нет, 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 нет. Окей. Делать нам тут больше нечего. Что у нас тут? Какое великолепие. Какое? Мертвое. Верни его к жизни и идем. Получилось. Я чувствую силу кристалла. Оу. Надо вас воспрытать. Беги, иначе мы погибнем. Что? Оу. Оу. Чужеземец. Демоново-кровь. Постой. Я Аратрок. Вождь и шаман клана Красного Черепа. Давший клятву защищать это место. Я чую, дух демона оскверняет его. Чтобы идти дальше, одолей меня в битве. Оставь коварные уловки демонам и колдунам. Один на один. Меч против меча. Чья сила больше? Чья душа чище? Даю слово чести. Если победишь, они тебя не тронут. Ради всего, Урга Шассаров, не трогай других орков. Убей только Крикуна. Убьем. Интересная проблема. Нельзя использовать адреналин. А вот именно о чем я говорю. Сейчас я нанесу удар адреналином. Он на меня нападет. Чья на меня нападут все. Блин. Арки сильные! Арки всегда сильные! Какое великолепие! Какое! С нужным поставить. Мертвые. Верни его к жизни и идем. Смена рычков. Получилось. Я чувствую силу кристалла. Не будем томить девчонку ожиданием. Чем быстрее она отведет нас к черепу, тем лучше. Чужеземец! Демоновая кровь! Постой! Почему это нельзя пропустить? Я Аратрок. Вождь и шаман клана Красного Черепа. Давший клятву защищать это место. Я чую, дух демона оскверняет его. Чтобы идти дальше, одолей меня в битве. Оставь коварные уловки демонам и колдунам. Один на один. Меч против меча. Чья сила больше? Чья душа чище? Даю слово чести. Если победишь, они тебя не тронут. Ради всего урга шоссаров. Не трогай других орков. Ах, ты щитом драться. Чужак скоро встретить своего дуракона. А, нет, значит адреналин нет. Просто в прошлый раз, когда я играл, почему-то он адреналин выкидывал. Он на меня на борт лез. Они все на меня лезут. Все, сдулся. Шесть очков на силу нужно. Прекрасно. Теперь сделай то, зачем мы пришли. Убедил? Нет. Аратрок велел сражаться честно. Грязный чужак. Больше не попадай сюда на колоса. Где-то должен быть ключ от этих дверей. Ага. Похоже, эта сфера ключ. Вот только от чего? Я перекончил столько из вас. Молчали бы лучше. Принестись в главный зал, где нас ждет Вина. Так, где мы находимся? Знаешь, Зарев, если все пойдет как задумано, ты скоро увидишь своего отца. Что ты имеешь ввиду? Трудно объяснить, но я уверена, он захочет посмотреть, как его сын-герой берет череп синий. Это здорово все это звучит. Он что, колду? Ха-ха-ха-ха. Можно и так сказать. Хотя ему бы вряд ли понравилось подобное определение. Отец. Я никогда его не видел. Расскажи мне о нем. Он могущественный. Очень могущественный человек. И естественно, у него очень сильные враги. Кто? Ну... Седьмой дракон, например. О чем же она все-таки говорит? Так, где он станет? Вот это у нас там. На кого она намекает? Сара! Все получилось. Храм захлестнул энергией. Я чувствую, что горы могу свернуть. Свороти-ка для начала дверь. Давай заберем череп. Будем уже далеко-далеко, когда начнем. Сунь достатки своего гнилого носа в наши дела. Только после вас, смелый герой. Ну конечно, после меня. Давай, открывай дверь. Вау! Кули! Лин, мы тебе там не мешаем, да? Плохо-плохо-плохо. Ну, давай, идите. Значит, самаринкер где-то близко. И на возвратку. Давай, Рин, открывай, орантир близко. Ох! Это было больно. Увы, ты выбрала не ту сторону. Ох, мне так жаль, милый. Кто-то никак не мог ее спасти. К тому же, между нами, она все равно была тебе не пара. Забудь о ней, беги. Беги, беги, щадяда. Я до тебя еще доберусь. Щадяда? Кто-то говорил. Ну и впрямь надо бы уходить. Ну что ж, мы увидели орантира. Мы увидели, как погибает Лина. Как ее шуркнули об стенку. Очень больно. Мы сегодня сделали серию очень много. Так что, я думаю, пора бы ее завершать. С вами был, ребят, HeadCrab. Так что, ставьте лайки. Подписывайтесь. Завейте друзей. Комментируйте видео. И помните, именно ваши комментарии помогут мне сделать канал только лучше. Что ж, всем пока. И до новых врывов. Узнаем, что нас ждет дальше в другой серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok